Историю невозможно скрыть, спрятать или изменить. Рано или поздно все тайное становится явным, и бывшие герои предстают перед потомками в своем дьявольском облике. Иосиф Сталин не только содействовал приходу Гитлера к власти, но и всячески приветствовал сотрудничество с нацистской Германией. В 1934 году, питая глубокое презрение к слабым демократическим правительствам Европы, он в припадке симпатии Гитлеру воскликнул «Вот это вождь!». А в декабре 1939-го, отвечая на поздравления Адольфа Гитлера по случаю своего 60-летия, написал «Дружба народов Германии и Советского Союза, скрепленная кровью, имеет все основания быть длительной и прочной». Газета «Правда», 25 декабря 1939 года. Большое количество исторических примеров показывает ущербность внутренней и внешней политики Сталина для России. Я уже не говорю о его чудовищных преступлениях против народов, населявших СССР. Историческая «Правда» долгое время была погребена под толстым слоем фальсификации, подтасовок и открытой лжи. Но правду скрыть невозможно и последовательно, шаг за шагом, факт за фактом. История СССР все больше и больше освобождается от идеологических обманов и предстает перед нами, если можно так выразиться, в своей первозданной красе. И разрушение этих мифов больно бьет по правоприемнице СССР, современной России, пытающейся для создания своего якобы величия не только доставать из склепа скелеты старых идеологических мифов, но и придумывать новые, куда более нелепые и кривые, полностью оторванные от реальности. Сегодня я открою глаза всем сталинистам, победобесам и гомосоветикусам на их кумира Иосифа Виссарионовича Сталина, которые видят нового отца народов во Владимире Путине. К слову, оба персонажа не то чтобы на отца народов, но даже на отчима совсем не тянут. Это два классических абьюзера, насильника и маньяка, таких же, как и Адольф Гитлер. Впрочем, нет ничего абсолютно удивительного в том, что Сталин привел Гитлера к власти. Как именно это произошло, вы узнаете из сегодняшнего выпуска. 23 августа 1939 года во время встречи с Риббентропом в Кремле Сталин произнес «Я знаю, как немецкий народ любит своего фюрера. Я хотел бы поэтому выпить за его здоровье». Второй тост Сталин произнес «За Гиммлера, человека, который обеспечивает безопасность германского государства». Представляя гостю Берию, Сталин шутливо сказал «Это наш Гиммлер». Риббентроп позднее делился московскими впечатлениями со своим итальянским коллегой графом Чиана. «Я чувствовал себя в Кремле, как среди старых партийных товарищей». В это трудно поверить, но уже после захвата Гитлером половины Европы Сталин послал фюреру поздравительную телеграмму, в которой говорилось о головокружительных победах Вермахта. А в 1939-м Сталин лично поздравил Адольфа Гитлера с успешной операцией по оккупации Польши. Вплоть до нападения на СССР газета «Правда» ни раз и ни два воспевала мужественную борьбу немецкого народа против англо-французских плутократов. Гитлер не оставался в долгу. Господину Иосифу Сталину, Москва, ко дню вашего 60-летия прошу вас принять мои самые искренние поздравления. С этим я связываю свои наилучшие пожелания, желаю доброго здоровья вам лично, а также счастливого будущего народом дружественного Советского Союза. Адольф Гитлер. Газета «Правда» 23 декабря 1939 года. После заключения дьявольского пакта Молотова-Риббентропа Гитлер сказал Геббельсу, что теперь абсолютно уверен в благо надежности России. И добавил, «Сталин за нас расстрелял своих генералов, так что непрофессиональная и обезглавленная Красная Армия теперь работает на нас». Кстати, инициатором позорного пакта сговора тоже был не Гитлер, а Иосиф Сталин. В выступлении на 18-м партийном съезде весной 1939 года он тонко намекнул партнеру, что не собирается таскать каштаны из огня для таких империалистических хищников, как Англия и Франция. Немцы мгновенно уловили сталинский намек. Германский министр иностранных дел Иохим фон Риббентроп писал в мемуарах, «С марта 1939 года я считал, что в речи Сталина мною услышано его желание улучшить советско-германские отношения. Я ознакомил фюрера с этой речью Сталина и настоятельно просил его дать мне полномочия для требующихся шагов, дабы установить, действительно ли за нею скрывается серьезное желание». Ну, не добавить, не убавить. Одержимый параноидальной идеей заговоров, Сталин, тем не менее, больше всех доверял Гитлеру, страшась объединения демократической Европы и США для борьбы с коммунизмом. Когда Черчилль написал Сталину письмо с предостережением о близящемся нападении Германии на Россию, Сталин не ответил, а осведомил о письме самого Гитлера. Кстати, мечтой последнего было убедить Россию вступить в союз с Германией для войны с Англией. Он даже предлагал Сталину последующий раздел Британской империи между победителями. Что ответил Сталин? Он просил германского посла передать Гитлеру следующее «Мы останемся с Германией друзьями», что бы ни случилось. А ведь еще на рубеже 1920-1930-х годов нацисты были всего лишь маргинальной партией. И если бы не Иосиф Виссарионович, они бы никогда не оказались в топе немецких политических сил. Как же все-таки НСДАП во главе с Гитлером пришли к власти и какова в этом роль Сталина и Коммунистической партии Германии? Роль эта, прямо скажем, основополагающая. И далее я подробно об этом расскажу. К слову, многих интересует вопрос, а встречались ли когда-нибудь лично Иосиф Сталин и Адольф Гитлер? Ведь странно, правда, сколько говорится о взаимной любви и взаимопомощи этих двух диктаторов, а информации об их реальной встрече нет никакой. Неужели они никогда в жизни не виделись? Или их рандеву все-таки имело место? 17 октября 1939 года Сталин и Гитлер тайно встречались во Львове. Для этого даже специально перекрывали всю территорию Львовского железнодорожного вокзала. Звучит фантастично, правда? Но не спешите делать выводы. Сначала посмотрите отдельное специальное видео, которое мы подготовили для вас и выложили на нашем Патреоне. Некоторые авторы, такие как Эдвард Радзинский, описывают встречу Сталина и Гитлера достаточно любопытно. Так была ли она все-таки в реальности? Посмотрите специальное видео на нашем Патреоне. Ссылка в подсказке, в описании и первом комментарии. Поехали дальше. Итак, Сталин поспособствовал приходу Гитлера к власти. Причем по абсолютной своей глупости. Во многом это стало результатом навязанного Коминтерну сталинского решения, запрещающего западным коммунистам объединяться социал-демократами. Напомню, Коминтерн – это международная организация, объединявшая коммунистические партии различных стран. Еще на 7-м Всемирном Конгрессе Коминтерна в 1928 году упор был сделан на стратегическую установку, согласно которой в капиталистических странах коммунистам противостоят две в одинаковой степени враждебные политические силы. Открыто реакционная – фашизм, нацизм и демократически-реформистская – социал-демократия. В соответствии с этой сталинской линией категорически отвергалась возможность союза коммунистов с европейскими социал-демократическими партиями. И таким образом, что закреплялся раскол в рабочем движении. Коммунистам запрещалось участвовать в совместных политических выступлениях с социал-демократами, вступать в предвыборные блоки с социал-демократическими партиями, объявленными буржуазными, и голосовать на выборах за кандидатов этих партий. Сталин с присущей ограниченным людям категоричностью утверждал, что социал-демократия является основной опорой капитализма в рабочем классе в деле подготовки новых войн и интервенций, и главным противником коммунизма и разновидностью социал-фашизма. Гитлер смог прийти к власти, потому что немецкие коммунисты во главе с Тельманом, следуя идеологии Сталина, фактически раскололи сильное социалистическое движение в Германии. Именно по приказу Сталина Коминтерн призвал германскую компартию отвергнуть всякое соглашение с социал-демократами против фашизма и сосредоточить огонь на социал-демократах. Германская компартия послушно выполнила эту директиву. А теперь немного статистики. На выборах в Рейкстаг в мае и декабре 1924 года нацистская НСДАП получила соответственно 6,5 и 3% голосов избирателей. А первое место в обоих случаях осталось за социал-демократической партией Германии – 20,5% голосов. 20 мая 1928 года стали сокрушительным поражением НСДАП – 2,6% поддержки и всего 12 мест в парламенте из 491. Социал-демократы сохранили первое место. На выборах 14 сентября 1930 года НСДАП с поддержкой в 18,25% получила второе место после социал-демократов, которые взяли 24,5%, а третье место на выборах заняла Коммунистическая партия Германии – 13,1%. На этих выборах социал-демократы получили 8,5 миллионов голосов, коммунисты – 4 миллиона, то есть в сумме это 12,5 миллионов, в то время как национал-социалисты – 6,5. На выборах 31 июля 1932 года победу впервые одержала НСДАП – 37,2% поддержки. Но на перевыборах 6 ноября 1932 года НСДАП утратила 4% голосов. Популярность НСДАП начала снижаться, но при этом коммунисты и социал-демократы вместе набрали 13,5 миллионов голосов, а национал-социалисты – 10,5. Даже в этот кульминационный момент истории нацисты не смогли завоевать абсолютного большинства в парламенте, а на президентских выборах Гитлер проиграл Гинденбургу. Попытка Гитлера переговорить с Гинденбургом о назначении его на пост рейхсканцлера окончилась провалом, потому что его партия не имела большинства в Рейхстаге. По итогам новых внеочередных выборов 5 марта 1933 года НСДАП получила максимальный результат за всю историю участия в свободных выборах в Германии. Ее поддержало 43,91% избирателей. Далее шли СДПГ и КПГ, которые утратили часть своих голосов из-за царившего между ними и инициированного Сталиным Раздрая. 30 января 1933 года президент Германии Гинденбург, убедившись, что коммунисты и социал-демократы заняты взаимной грязнёй, поручил сформировать правительство Гитлеру. Адольф Гитлер был назначен рейхсканцлером Веймарской республики, а 3 февраля 1933 года в присутствии руководства Рейхсфера он заявил в качестве цели своей политики «Завоевание нового жизненного пространства на Востоке и его беспощадной германизации». Нет никаких сомнений в том, что при нормальном развитии событий, если бы не указание Сталина германской компартии и не последовавшее за этим фатальное решение Гинденбурга, нацисты продолжили бы терять популярность, пока не вернулись бы к роли маргинальной партии. После прихода Гитлера к власти и поджога нацистами Рейхстага 27 февраля 1933 года были отозваны депутатские мандаты коммунистов. Это произошло 8 марта, а 22 июня 1933 последовал запрет СДПГ, обвинённый в государственной измене. С этого момента игры нацистов в демократию прекратились. Кстати, после прихода Гитлера к власти в 1933 году многие немецкие коммунисты повалили в НСДАП. В 1930-е годы Сталин поддерживал нацизм и фашизм в Европе. Они были необходимы ему для борьбы с социал-демократами, главными конкурентами коммунистов. Ещё они были необходимы Сталину для завоевания нацистами капиталистической Европы. «Пусть Гитлер идёт по Европе», — говорил Молотов, — «чтобы готовить почву для мировой революции, о которой мечтали освободители-большевики». В фильме «Если завтра война», снятом в 1939 году, прямо говорится, как «мы будем эту самую Европу освобождать», правда, не сказано от кого. «Когда маршал Сталин даст сигнал», — писал военачальный Георгий Байдуков в правде, «мы обрушимся на противника всей колоссальной силой социалистической справедливости и принесём счастье всему человечеству. Любая наша война освободительная и справедливая». Любая их война, слышали? Даже сегодняшняя война против Украины у них освободительная. Какое-то время дружба двух тиранов, Сталина и Гитлера, казалась незыблемой. Советские газеты и журналы 1940-1941 годов буквально пропитаны большевистскими призывами к разжиганию войны за «освобождение мирового пролетариата от буржуазного ига». Ярким символом советско-германского военного сотрудничества в 1939 году стали совместные парады подразделений германских вооружённых сил и Красной армии. В России не любят признавать факты этих парадов, но немецкая военная хроника сохранила прямые и убедительные доказательства братства по оружию СССР и гитлеровской Германии. В частности, кино и фотохронику из Бреста от 22 сентября 1939 года, на которых запечатлены комбриг Кривошейн, генерал Гудериан и группа офицеров, мимо которых движется военная техника. Кстати, этот парад упоминается Гудерианом в собственных мемуарах. «Наше пребывание в Бресте закончилось прощальным парадом и церемонией с обменом флагами в присутствии комбрига Кривошейна». Аналогичные совместные парады были проведены в Белостоке, Гродно, Львове и других городах так называемых «присоединённых территорий». Заключая пакт с Гитлером, Сталин способствовал быстрому разгрому Польши и мафиозному разделу её территории между союзниками. Развязанная Гитлером в Европе война шла уже полным ходом. Всем было ясно, что рано или поздно придётся воевать с Германией. И именно в это время из России в Германию шли эшелон за эшелоном, всё более укреплявший мощь потенциального противника. Эти эшелоны везли в Германию стратегические грузы и происходило это уже во время гитлеровского Блицкрига против Норвегии, Голландии, Бельгии и Франции. Только в конце 1940 года, то есть за 6 месяцев до начала войны, Германия и СССР было договорено об увеличении стратегических поставок из России. Говорят, что последние эшелоны из СССР в Германию со стратегическими грузами, во многом способствовавшими Блицкригу, прошли за день до нападения Германии, то есть 21 июня 1941 года. Невыученные уроки истории неизбежно оборачиваются ростом мирового зла. Сокрытие и замалчивание исторических преступлений открывает прямой путь к их повторению. В истории за все непотребства рано или поздно приходится расплачиваться, победы нередко оборачиваются поражениями, а завоевания – утратами. Лицемерие, подлость, алчность, безумство, мракобесие – все это негодные основания для военно-культурно-исторических побед, чему мы сегодня и являемся прямыми свидетелями на примере бункерного фюрера Путина, стремящегося стать то ли Гитлером, то ли Сталином 21 века. Но невыученные им уроки истории неотвратимо ведут Рашистскую Федерацию к полному и неизбежному краху. Спасибо за внимание! Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Поддерживайте нас на Патреон, это помогает авторам развивать канал. Кроме этого, можно воспользоваться новой функцией Ютуба – спонсорство. Кнопка «Спонсировать» есть возле каждого видео и на главной странице канала. До новой встречи! Всем украинцам скорейшей победы!